На очередном 50-м заседании Совета депутатов Ленинского района было принято одно из важных решений, которое в будущем изменит формирование как административного аппарата, так и депутатского корпуса. На повестке дня народных избранников стоял вопрос о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования. Данный проект обсуждался на рабочих группах. Совета депутатов 27 сентября прошел публичное слушание, был напечатан в районной газете «Видновские вести». Поэтому на заседании были озвучены только ключевые моменты данного проекта. В связи с принятием закона Московской области 63-2016 года-ОЗ внеслись изменения формирования Совета депутатов Ленинского района и выборы главы Ленинского района. Так как каждому субъекту федерации было предложено определить свой вариант формирования власти, еще в апреле текущего года губернатор области Андрей Воробьев внес на рассмотрение Мособлдумы законопроект, отменяющий прямые выборы, который был одобрен в третьем чтении. При обсуждении проекта и до принятия решения по внесению изменений в устав районной депутаты попросили еще раз напомнить, какой порядок определен федеральным законодательством. В настоящее время 131-м законом Российской Федерации предусмотрено три варианта для избрания главы органа местного самоуправления. Первый – пост главы района достается кандидату, набравшему большинство голосов на прямых общенародных выборах. Именно эта модель использовалась до настоящего времени в Ленинском районе. Второй вариант предполагает избрание главы района из числа депутатов местного совета депутатов. При этой схеме районом будет руководить председатель районного парламента. Третья модель предусматривает два этапа. Сначала специальная комиссия отбирает кандидатуры для выдвижения на пост главы, а затем победители из названных претендентов определяют депутаты все того же совета депутатов. Именно этот вариант был поставлен на голосование в Совете депутатов Ленинского района. Вот данное предложение, прошу голосовать. Изменения в устав были приняты. За проголосовало 13 депутатов, против 5. Теперь по новому уставу жители Ленинского района делегируют свое право избрания главы представителям депутатского корпуса, который также будет формироваться по иному принципу. Совет депутатов состоит из 21 депутата, формируемых из глав семей поселения, входящих в состав муниципального района. И из депутатов представительских органов, указанных поселений. Новый порядок будет применяться после окончания полномочий избранного главы и депутатского корпуса.